в области ведической психологии Ярослава Мудры-Баранцова. И сегодня мы с вами будем размышлять на тему обид, обид как начало проблем во всех сферах жизни. Я прошу вас поставить в чат 10 и дать мне знать, что видно и слышно хорошо. Окей. Итак, вас рады приветствовать. Традиционно наша с Ярославом работа будет устроена следующим образом. Мы начнем с вами сейчас. В 19.00 я передам слово Ярославу. И в 20.00 наша встреча с вами открытая, встреча завершится. Хочу напомнить тем, кто пришел первый раз, поставьте в чат один, те, кто пришел первый раз, те, кто только присоединился к нашей группе в Facebook в серии вебинаров о духовном развитии, отношении и духовности. И поставьте в чат два, кто уже не первый раз, кто был уже на нашей первой встрече, когда мы говорили о обязанностях мужчин и женщин в семье. И очень кратко расскажу о том, что вообще все это пространство создано для того, чтобы поддержать разные подходы. Мы хотим с Ярославом засеять семена мира и принять ее уважение разных подходов, разных взглядов, которые так или иначе ведут к единой цели, к единой мудрости, которые называются «Любовь, уважение, сострадание, принятие». И мы специально создали это пространство так, чтобы вы могли услышать точку зрения женщины-тренера и точку зрения мужчины-тренера. И могли по-разному проследить и проанализировать то, как вам чувствуется тема. Сегодня мы изучаем тему обид. Мы назвали Ярославом эту встречу «Обиды как начало проблем во всех сферах жизни». Вы знаете, что я являюсь автором книги, которая называется «Обиды на мужчины и женское здоровье». Эта книга была впервые издана в 2012 году. Буквально сразу она стала бестселлером. До сих пор это самая продаваемая наша книга. И, видимо, эта тема действительно важна, потому что люди читают, люди выполняют практики и люди принимают другие решения. Начнём с того, что вообще мы подразумеваем под обидами. Кто-то говорит, что обида — это… Например, педагогика говорит, что обида — это способ воспитания человека. Например, когда мама говорит, я на тебя обиделась, вот ты, пожалуйста, пойми, что так со мной нельзя вести себя. Есть такой способ иногда жёны так воспитывать детей, мужей своих. Например, социология, наука об обществе говорит о том, что обида — это способ манипуляции другими людьми. Есть психология, которая говорит о том, что обиды — это нереализованное ожидание. Это когда я очень хотела купить, чтобы мне муж на день рождения подарил красное платье. И мы с ним весь день ходили и мерили платье перед этим, перед моим днём рождения. И когда приходит мой день рождения, я просыпаюсь, я хожу на кухне, там стоит огромная мясорубка, перевязанная большим красным бантом. Я говорю, ну как так вообще, что ты мне подарила? Он говорит, ну как я мог понять, что тебе именно красное платье понравилось? Ты там 30 платьев в тот день перемерила. И она говорит, ну я же тебя там не мекала. Он говорит, я ничего не видел. То есть мы себе в голове придумали что-то, и мы думаем, что мир будет складываться тем или иным образом. Очень интересный ответ на вопрос, что такое обида, я получила от одного священника, когда задала ему вопрос о том, что такое обида. Мне было рассказано о том, что, представь, что у каждого человека есть такой краник от Бога к вам, из которого течёт к вам любовь. И ваша задача на Земле во время жизни — отдавать эту любовь дальше. Но когда мы вдруг решили обидеться, то это похоже на то, что мы взяли вот такой вот краник и перекрыли, перекрутили. И представляете себе ситуацию. Вы большой водоприёмный канал. К вам постоянно оттуда сверху. Ангел вашу любовь направляет каждый день. У них там всё работает идеально. И вам выставляется огромное количество любви каждый день. Но вы, вместо того, чтобы эту любовь отдавать, у вас ограниченное количество вдохов и выдохов. Вы, наше тело, наша жизнь — это ограниченный контейнер. И мы начинаем перекручивать краники отдачи. Тут перекрутили, там перекрутили, ещё где-то перекрутили. И если вода поступает, и она не выходит, то начинает кран так раздуваться. В этой системе, в системе семян, это называется гордыня. Это называется замкнутая циркуляция любви внутри себя. И когда мы выбирали тему с Ярославом, то мы очень однозначно приняли решение эту тему осветить. Потому что тема обид, она очень распространена в нашей жизни. И когда мы с вами говорим о обидах, то мы должны с вами отдавать себе отчёт, что обида — это форма гнева. А гнев — это катастрофическая, катастрофическая сила. Это как всежигающий огонь, который делает абсолютно слабыми все наши хорошие семена. Всё, что вы сделали хорошего для других, всё, что вы сделали хорошего для своих родителей, для своей компании, для любых вообще объектов, существ, это всё ослабляется семенами гнева и семенами обид. Если вы знаете людей, у которых есть в жизни ощущение, что они бьются, как рыбы, а блёт, а у них нет результата, поставьте в чат три плюса, кто знает таких людей. Кто сам иногда использовал эту метафору «я бьюсь, 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 бьюсь», а результата нет. Если вы знаете таких людей, и если вы сами были в этой роли, то 100% где-то в вашем внутреннем пространстве, где-то в вашей внутренней Вселенной глушует вихрь обид и гнева. Есть такой вопрос, если обида — это так плохо, то почему люди продолжают обижаться? Почему наши мамы, наши бабушки и их мамы, и их бабушки, почему люди продолжают обижаться? И ответ очень интересный. Потому что обида — это способ доказать свою правоту. Обида — это способ, когда я разделяю себя с этим человеком. Вот поймите сейчас, как это работает. Я как бы в своей голове соединяю себя с правдой, но в этот момент я разделяю себя со своим ребёнком, на которого я обижаюсь, со своим мужем, на которого я обижаюсь. Я разделяю себя с отношениями. Есть такая прекрасная формула, которая очень чётко объясняет нам, как стать обидчивым человеком. Нужно просто хотеть быть правым. Вот когда вы очень сильно хотите быть правым, это обозначает, что армия обиды подняла все свои шторы. И вот такие вот тысячи ду пулемётных направлены на вас и на ваши отношения. И как только муж или жена, любой человек принимает внутренние решения, я хочу быть правым, в этот момент вы выходите, как пара из отношений, и между вами начинают лететь пули сражений. Они не летят в вас. Сначала мы ещё любим того, другого человека. Они летят между. Но они падают рядом. И вам приходится отходить дальше, дальше, дальше. Поставьте в чат 10 все 80 человек, которые сейчас в чате. Поставьте в чат 10, у кого было такое. Я сначала обижался, а потом стал отдаляться от человека. У кого такое было? С друзьями, с родителями, с бывшими мужьями, неважно с кем. Кто вступил в это пространство? Кто на себе почувствовал, как это работает? Это очень больно. И тема эта очень неприятная. Когда я изучала эту тему, мои учителя мне сказали, Лена, обидеть человека невозможно, можно только обидеться. И я себе думаю, так, если обидеть невозможно, и если можно только обидеться, то получается, что я сама решаю, как я реагирую на ту или иную ситуацию. Я сама решаю. И это очень странно, потому что если я сама решаю, то получается, что я могу это остановить. И сейчас будьте очень внимательны. Если в моей жизни что-то исходит из меня, если я причина событиям, которые происходят в моей жизни, я могу это изменить. Но если причина событий, которые происходят в моей жизни, другие люди, другие обстоятельства, я не могу на них влиять. И я не могу их изменить. И это означает, что я попадаю как бы в ловушку этих событий, этих людей, и они начинают испускать свой токсический дым, который буквально убивает всё счастливое во мне просто. Вот так это работает. И сейчас я хотела бы с вами поговорить на тему, которая связана с духовными причинами и последствиями обид. У нас есть вопрос в чате, я на него отвечу. А если трёхлетний ребёнок по каждому пустяку говорит, «Ты меня обидела», «Меня папа обидел», «Я на тебя обижаюсь», «Что с этим делать?» Это прекрасный вопрос. А как вы думаете, дорогие, где ребёнок услышал вот эту фразу? «Я на тебя обиделась», «Ты меня обидел», половина родителей говорит в садике, половина родителей говорит, «Я так говорила ребёнку, когда он меня обижал». Это первое. Где он это услышал? Второе. Если ваш ребёнок говорит, вот Диана написала, что так ему папа говорит, «Что ты меня обидела», это ещё не значит в три года, что вы не можете научить ребёнка говорить иначе. Потому что этот вопрос, который задаёт, например, сейчас Диана, очень моя ситуация. И в какой-то момент, когда я стала забывать о том, что обида — это манипуляция, когда мой маленький сын, ему было четыре тогда, он первый раз произнёс, «Я на тебя обиделся?» Я такая думаю, я такой звоночек, думаю, «Откуда он это взял вообще? Откуда?» Я начинаю вспоминать, когда, когда в своих разговорах с ним я это использовала. Я говорю, «Послушай, нету такого «Я на тебя обиделась», есть. Мне не нравится, когда ты делаешь так-то. Я себя чувствую так-то, когда так-то». Я начинала своего сына учить другим словесным формулам раз и другим способом изъяснений два. Дети хватают и запоминают, если мы говорим о детских обидах, все слова, которые вы говорите в сердцах. Если вы скажете «Нецензурный брань» в сердцах, они это запомнят. Но если вы скажете «Прекрасные слова», «Доброты», «Любви», «Нежности» в сердцах с любовью», они это запомнят. Дети реагируют только на красный или на зеленый свет светофора. На желтые дети не реагируют. Поэтому мы должны с вами только в значимые моменты жизни повышать голос и только в значимые моменты жизни поднижать голос. Это касается общения со всеми людьми и на работе, и в команде, и в семье, и с мужем, и с женой. Мы не должны делать шепот или повышенный тон нормы нашей жизни, потому что тогда всё превратится в жёлтый цвет, и люди не будут реагировать на это. Не будут. Взрослые люди, прошедшие наши программы, прочитавшие множество книг, перестают обижаться. Они понимают, что это их разрушает. Когда я говорю на тему обид, я всегда вспоминаю мою коллегу Антонию Ивановну, которая написала диссертацию. Она проводила исследование в женском онкодиспансере. И по её исследованию каждая вторая, если не каждая, первая женщина, которая оказывалась в онкологическом диспансере, это женщина, которая имела какую-то обиду. И сейчас у меня к вам вопрос. Ответьте, пожалуйста, в чате. Как вам кажется, какая обида самая сильная? Когда я задаю этот вопрос, это не значит, что есть не сильные обиды, а есть сильные. Я сейчас спрашиваю о том, какая обида гарантированно и быстро даёт вам онкологию. Гарантированно и быстро. Напишите в чат. Как вы чувствуете? На родителей, на себя, на мир. Давайте запишем, сейчас это важно, на мужчину своего. Сейчас важно, запишите. Формула такая рабочая. Чем ближе человек по степени родства, тем опаснее на него обижаться. И если мы с вами будем исходить из этой формулы, сейчас очень важно, чтобы вы потестили, насколько вам это откликается, как правда. Мне это очень откликается, как правда. Думаю, что вам тоже. Кто вам самый близкий человек по степени родства? Напишите в чат. Кто самый близкий, самый родненький вам по степени родства? Как вы чувствуете? Мне самый близкий и самый родненький по степени родства? Я сам. Я сам. Обижаться на себя самого самое гиблое дело. Гарантированная онкология в любом возрасте. Следующий вопрос. Кто моя вторая половина? Он. Это дядька с бородой. Он моя вторая половина. И на него во вторую очередь нельзя обижаться. Дальше следуют наши дети. За ними следуют наши родители и так далее. Но я вам скажу так. Если вы принесли домой очень сильно пахнущий букет лилий, обиду на себя, то через какое-то время этот очень сильно пахнущий аромат, запомните, обиды – это очень сильно пахнущие чувства, это то, что все время портит воздух. Это как будто бы внутри вас живет кто-то, кто все время ест бобовые и все время портит воздух. Все время. И когда вы принесли домой этот букет лилий, то буквально за очень короткое время запах распространяется, эта обида на себя распространяется и на родителей, и на мужа, и на начальника, и на детей. И везде невозможно иметь проблемы в отношениях с ребенком и быть счастливым во всех сферах жизни. Невозможно, понимаете? Потому что если есть эти лилии, если есть кто-то, кто все время портит воздух, он все время отвлекает туда наше внимание. Мы не можем быть счастливы, когда какая-то часть нас страдает. А обиды – это гарантированное страдание. А обиды – есть очень интересный момент. Нас научали что нужно прощать. Когда я первый раз прочитала о том, что прощение – это манипуляция, я была немного в шоке. Я подумала, так-так, подождите, там, значит, в писании написано «прощайте обижающих вас» и так далее, и так далее. И потом я стала читать дальше о том, что есть кто-то, кто всех прощает. и вы знаете, что тот, кто всех прощает – это Бог. И нам как бы рекомендовано быть по образу и подобию, исследовать заповеди, истинам, которые нам передали. Так вот, если там всех прощают, там всех прощают, а я не всех прощаю. Мы сегодня с вами уже о гордыне говорили. Там всех прощают, и всех уже простили, но я вот так не прощаю. люди начинают играть в игру. Мне надо простить моих родителей, мне нужно простить моего бывшего мужа, мою бывшую жену, ла-ла-ла. И вот эти все, знаете, я это называю людям, но реально скучно, понимаете, и они выбирают себе времяпрепровождения с психотерапевтом. Они играют в игру. Как лучше простить, какой лучше построить замок из песка, этот или этот. Какая разница? Будет прилив, все смоет. Не надо строить замок из песка. Хватит вообще уже прохлаждаться на пляже. Иди работай. Что значит иди работай? Иди строи новые отношения. Елена, как я могу строить новые отношения? У меня там сзади, за плечами огромный груз старых обид. Выбрось, выбрось, положи их фундамент, зацементируй, построи на этом свою жизнь. Все известные, счастливые люди, все, они свои неудачи использовали как опыт. Они не носят их с собой, они их фундаментируют, понимаете? Они от них стартуют. Вчера я узнала, что есть такая птица, которая называется стриж. И оказывается, что стриж не взлетает с земли. Его надо подбросить. Ему надо упасть с дерева, чтобы полететь. Ему надо оказаться без опоры. И некоторые люди очень похожи на стрижей. Их надо плюнуть, чтобы они начали свое счастливое движение в этой жизни. И это люди, которые часто приходят на проект и говорят, Елена, мне нужен волшебный пендель. Я пришла к вам на курс, и мне нужен волшебный пендель. Я говорю, знаете, пендель – это хорошо, но есть одна проблема. Траектория полета недалека. То есть тогда вы вынуждаете меня просто подсадить вас на пендель и всю жизнь пинать. Это вообще самое бесполезное, что может психотерапевт дать человеку. поразмышляйте над этим. В нашей жизни случается все, во что мы верим. И если вы верите, что вас можно обидеть, вас обидят. Однажды мне на семинаре задали вопрос. Почему? Когда мне муж говорит какие-то слова неприятные, я обижаюсь. Но когда я эти же слова слышу от какого-то прохожего человека, не очень красивого на улице, то я не обижаюсь тогда. Почему? Ответ. Мы каких-то людей наделяем силой, а у каких-то людей мы занижаем уровень их значимости. И в момент, когда кто-то близкий вам говорит какие-то неприятные слова, очень важные, мы не занижаем значимость этого человека. Но мы занижаем значимость этого момента. И мы на кричащего на нас мужа думаем точно так же, как будто бы сейчас какой-то пьяница что-то говорит нам глупый на улице. Мы думаем, несчастный человек, тяжелый день у него был, наверное. Что-то не сложилось. Мы воспринимаем это, как, вот знаете, вы едете в машине в дождь, и рядом проезжают другие машины, и вам машина вот так вот хлистает, просто вот машина прыжает, и ваше лобовое стекло, оно все в воде. Но вы при этом сухие и обиды других людей, которые идут в нашу сторону, они должны быть нами восприняты, они должны быть нами осознанны, и мы должны сделать выводы, и мы должны вырасти на это. Более того, не стремитесь учиться прощать. Прощение это манипуляция. Почему? Ответ потому что чтобы простить, вы должны сначала обидеться. То есть получается, что вы должны сначала вступить в ту кучку, а потом отмываться. Вот вы подумаете, зачем вам эта игра. Нет, если у вас нет мечт, если у вас нет желания стать бесконечно изобильным во всех сферах жизни, вступайте в кучки. Но если у вас другие планы, не вскипайте в кучки. И знаете, не обижаться это быть ненормальным. Это когда тебе делают и говорят очень неприятные вещи. И возможно в вашей картине мира абсолютно неправдивые. Говорят вещи, которые вас унижают, снижают вашу ценность. А вы просто отходите на какое-то расстояние. Начинайте работу над ошибками. И тут ключевое. Без чувства вины. Вы сожалеете, что так произошло. Но вы не говорите человеку, он вам говорит, ты глупая. А вы ему говорите, ты сам глупый. То есть если вы хотите вашему партнеру доказать, что вы реально глупая, отвечайте ему, ты сам дурак. Отвечайте ему так. Это стопроцентно с мокрой печатью доказательства, что вы точно стопроцентно глупая. Я не говорю сейчас о том, что мы не должны быть таким живым мертвецом, знаете. То есть нам человек говорит какие-то неприятные вещи, а мы должны такие, типа, меня это не касается, все проходит мимо, меня это не касается. Вы видите это все, вы слышите это все, вы грустите и вам болит, но вы принимаете внутренние решения не делать так же. Вы принимаете внутренние решения осознать, что вы не вступаете сейчас ни в какую кучку. Вы понимаете, что эта ситуация, как и любая другая ситуация, подразумевает под собой участие обоих. И если вы что-то можете исправить, исправьте. Если нет, помолитесь. это тоже очень сильно. И когда мы с вами чувство вины заменяем на чувство разумного сожаления, которое позволяет нам действовать, тогда в нашей жизни происходит результат. Диана спрашивает, как это возможно обижаться на самого себя? Что должно произойти, чтобы обидеться на самому себя? Я приведу один пример. Это хорошо, что вы не понимаете, как это? Это хорошие семена у вас. Я вам приведу пример одной своей клиентки. Это была взрослая женщина, ей было 57 лет, у нее очень сильно болел муж. Она ухаживала за ним очень долгое время. И однажды, когда она вышла куда-то по делам, она пришла, а его жизнь уже завершилась. И эта женщина за несколько лет создала себе такое количество метастаз в теле своим чувством вины, обиды на себя, что вот я вышла не в то время. Это очень печальная история на самом деле. Но это история на самом деле про гордыню. Потому что кем надо быть и какой надо иметь уровень гордыни, чтобы подумать, что это не решение этого человека уйти из жизни, что это не решение Бога. Что это она так решила, она не вовремя вышла. Все же от нее зависит в этой жизни. Ставьте в чат три плюса, кто сейчас понимает, кто понимает, как связаны обиды и гордыня. Гордыня у женщины всегда сходит с именами зависимости у мужчин и у детей в ее окружении. Если ваши мужья зависимы от гнева, зависимы от транжирства, зависимы от алкоголя, от любых вредных привычек, от табака, работайте с темой гордыни. Во-первых, вы сами будете здоровы, а во-вторых, вы можете действительно вырасти как пара, работая в этой теме, работая в эту сторону. Какие вообще бывают люди относительно обид? Обижаются ли люди просветленные, обижаются ли люди счастливые? Они не обижаются, но они попадают в неприятные ситуации. Повторите пожалуйста, на что мы заменяем чувство вины. Чувство вины, Оля, мы заменяем на разумное сожаление. Есть книга называется «Хватит обвинять себя». И там я пишу об этом. Можете посмотреть на сайте tararine.com. Идем дальше. Как научиться жизни без обид? Все очень просто. Вы должны стать ненормальным. вы должны позволить тебе отличаться. В принципе, вы все равно будете отличаться. Но есть два варианта отличия. Красные светофоры, когда у вас все очень плохо в жизни. Настолько плохо, что вы реально выделяетесь. И зеленый светофор, когда у вас все настолько хорошо, что вы тоже выделяетесь. И то, и то очень страшно. Но конечно лучше зеленый. если вы как все, вы желтый светофор, и вы не выделяетесь. Если вы не выделяетесь, значит вы обижаетесь. Ненормальные те, кто не гневается, и они счастливы. Это очень важно. И мне говорят всегда в этот момент, а что типа психи, они тоже не обижаются, они тоже счастливы? Ответ такой. Здоровый человек не обижается внутри и не обижается снаружи. Нездоровые психические люди, они либо внутри не обижаются, но снаружи агрессивны, либо снаружи пассивны, но внутри там просто ящик пандоры. И в этом разница между здоровым человеком и нездоровым человеком. Одна из форм, которая позволяет продуцироваться обидам в отношениях между людьми, это наша безмерная способность кого-то поучать и научать. Поставьте в чат цифру 5. Кто страдал или страдает до сих пор этой особенностью? Кто верит в то, что мы можем научить нашего мужа, научить наших детей, научить наших сотрудников? Кто попадался в эту ловушку? Когда мы как бы методом совета, рекомендации, подсказки, мы как бы пытаемся, ну вот вроде как лучше мы хотим человеку, как бы мы его хотим подвести доводами, аргументами, мы тут, значит, подмазали, тут подпилили, и мы как бы пытаемся человека в эту какую-то, знаете, как детский конструктор, ты берешь, например, треугольник и пытаешься в круглую форму засунуть, а он не входит, не вмещается, что-то не так. И здесь есть очень интересный ответ, который дали учителя на вопрос, можем ли мы делать замечания другим людям. Значит, смотрите, в семейной жизни и на работе мы очень любим на самом деле делать замечания другим людям. Мы это делаем автоматически, мы иногда даже не отслеживаем, что в этот момент мы кого-то получаем или делаем какие-то замечания. Но в тот момент, когда мы делаем другому человеку замечания, мы находимся в очень сильном состоянии гордыни. И сейчас мы об этом поговорим. Это непростая тема, вам сейчас не будет легко, это нормально. учителя говорят, есть одно состояние, из которого ты можешь делать замечания. Это состояние, когда ты имеешь очень высокий уровень сострадания, когда ты очень спокойный внутри, когда ты любишь этого человека всем сердцем, когда ты полностью отказался от гнева, когда ты соблюдаешь этический образ жизни. То есть, когда твое состояние необыкновенно светлое, искреннее, ты как прозрачное зеркало, в тебе нет черноты. И из этого состояния, говорят учителя, делайте другим людям замечания. говорите, что они не очень хорошо пахнут и неплохо бы помыться. Говорите, что они не очень правильно говорят и можно сказать иначе. Но если мы не пребываем в таком состоянии, то все замечания, которые мы сделаем, не будут услышаны сердцем другого человека. Они будут услышаны разумом. А наш разум, как гавкающие собаки в селе. Одна гав-гав, вторая гав-гав, это гав-гав, а та ей в ответ гав-гав. И вот так вот начнется такой диалог двух собак. И никакой мудрости там нет. еще учителя говорят, что мы можем делать замечания людям тогда, когда мы видим, что что-то они делают такое, что угрожает их жизни. Но наше слово должно иметь силу, чтобы другой человек нас услышал. Если вы сталкивались в своей жизни с ситуацией, когда вы очень хотели помочь родному, близкому, знакомому, незнакомому человеку, неважно, вы очень хотели помочь, искренне, честно. Но по каким-то причинам другой человек вас не услышит. Дело не в этом человеке, дело в вас. Ваше слово слабое. Ставьте в чат три плюса, кому интересно узнать, что делает наше слово сильным. Может быть, кто-то знает, напишите. что дает силу нашему слову? вера. Без нее никуда это правда. но еще более глубокой причиной, из которой раскрываются силы нашего слова, друзья, это наша правдивая речь. и в этой системе, если вы, сейчас очень важные слова говорю, если вы долгое время при каждом открытии рта, при каждой мысли, при каждом чувстве искренне и говорите правду, то через какое-то время каждое вами сказанное слово будет восприниматься как правда. И здесь раскрываются необыкновенные возможности для воспитания. Вот представьте себе, вы говорите и вас ребенок понимает с первого раза или вы говорите что-то и ваша мама вас понимает с первого раза. Как бы тогда мы могли на самом деле менять жизни других людей и помогать? ложь для того чтобы так было чтобы наше слово имело силу мы с вами должны научаться и у нас поэтому есть повод пожить мы должны научаться говорить людям правду. Как бы нам иногда не казалось что ложь оберегает этих людей ложь не оберегает есть формула которая звучит так ложь всегда отдаляет и когда вы захотите обидеться вы подумайте несколько раз был очень интересный психологический эксперимент когда людей поместили в специальную комнату надели на их тело специальные электроды и стали показывать тем ролики в которых разные люди разного возраста разного уровня здоровья попадали в очень неприятные ситуации где их обижали или они обижали и ученые обнаружили очень интересный факт у всех людей которые принимали участие в эксперименте было одно изменение в теле которое повторялось у всех напишите в чат как вы думаете это физическое изменение в теле физиологическое как вы думаете как тело чем тело одинаково реагировало на ситуацию обиды мы то думаем что обиды это в нашей душе ничего подобного тело реагировало раньше чем эмоция тело больше чувствует напишите как вы думаете что было у каждого испытуемого когда он становился свидетелем кол в горле появлялась сутулость сердцебиение ускорялось дыхание я так понимаю учащалось появлялись зажимы в теле еще какие с идеи все что приходит в голову сейчас пишите мы размышляем с вами у нас диалог насколько это возможно как вы думаете как реагировало тело и ответ будет достаточно неожиданным потому что слезы прищуривание потому что на самом деле ученые заметили очень интересное наблюдение у всех людей которые принимают участие в этом эксперименте кровь замедляла движение по сосудам на какие-то микро-микро-микро-микро-микро но замедляла то есть человек словно погружался в состояние какой-то духовной комы и физической комы а теперь давайте размышлять какое количество людей вокруг вас такое ощущение что спят такое ощущение что это человек с огромным потенциалом но такое ощущение что он зажат какими-то рамками поставьте в чат цифру 10 кто испытывал это чувство глубокий хотя бы раз вот я не понимаю как этот человек вот он почему он не делает у него его реальный талант то есть вы видите это но вы не понимаете почему этот человек не действует и ответ на этот вопрос он реально находится я называю это духовной комой в этом очень плотном слое который называется обиды представьте что каждая обида вашей жизни это как новый слой луковицы и каждый раз когда мы обижаемся мы покрываемся еще одним слоем с одной стороны это безопасно нашу сердцевину наш талант то что сейчас модно принято называть предназначением точно никто уже не травмирует то есть если у нас будет много кожуры нас никто нас никто не не обидит не повредит но в этот же самый момент когда мы с вами начинаем обрастать вот этой кожурой мы перестаем слышать потребности других людей представьте что вы гладите своего ребенка в рукавице толщиною 10 сантиметров напишите в чат что вы чувствуете что вы как мама или как папа одевайте перчатку толщиной в 10 сантиметров на каждом пальце и гладите вашего ребенка через эту перчатку касайтесь своего любимого человека через эту перчатку что это за чувство это чувство ничего это чувство не живу это ощущение бесцельной жизни бессмысленной жизни это ощущение что я начинаю переставать чувствовать живое понимаете и когда мы перестаем чувствовать живое в этот момент мы принимаем внутреннее решение отказаться от жизни и в этот момент вот так вот к нам приходит онкология хронические болезни все ставьте в чат три плюса кому понятна эта метафора очень она яркая получилась так это происходит есть еще один минус в этом деле когда мы окучиваемся слишком многими слоями место внутри нас сжимается и мы перестаем слышать сами себя у нас нет большого пространства чтобы мы сказали тарарам и нам эхо что-то возвратило другой мир перестает быть нам доступен и мы перестаем отражаться в других людях однажды учителя задали мне вопрос Лена как ты думаешь зачем мы смотрим в глаза людей которых мы любим я говорю ну как то что мы их любим им типа приятно когда мы на них смотрим учителя сказали нет мы смотрим в глаза других людей потому что мы там отражаемся любящими мы смотрим на себя любящих мы видим себя в этих глазах любящими когда я услышала впервые эту фразу я стала гораздо чаще смотреть в глаза своих родных и близких людей да я не слышу себя перестала именно это пугает но как вернуться к себе я не знаю и желаний своих боюсь Лия идите на любой курс арт-терапии идите к человеку которого вы слышите творчество исцеляет все раны все все я знаю тысячи историй знаю истории когда люди поднимают уровень радости именно этим занимается творчество оно просто восстанавливает как разрушенный орган нашу радость и возвращение к радости в самых разных смыслах этого слова Лия оно поможет нам восстановиться и то что вы сейчас слышите это учение вы не в прошлом художница Лия не бывает прошлых спортсменов не бывает прошлых учителей не бывает прошлых художников просто вам пришло время от художника стать творцом это как рождение когда кажется что я умираю и если вам когда-нибудь в жизни будет казаться что вы умираете что вам настолько плохо что вы умираете вы подумайте о том что может быть я рождаю сейчас потому что боль одинаковая и только вы решаете вы умрете сейчас или вы переродитесь и знаете иногда я прихожу домой после достаточно интенсивной какой-то недели или месяца и думаю после этого живут вообще как вообще это все происходит а потом думаю не надо давать этому силу я сейчас посплю я сейчас выпью свой кофе любимый медитацию сделаю вот как-то я сейчас вот я не буду давать силу этой усталости я не буду давать силу этой какого-то этому интенсивному времени и когда мы перестаем давать силу негативным явлениям когда мы сами себя берем за руку и говорим все я не хочу про это думать это моя голова и я буду тебе говорить голова о чем думать не ты мне будешь говорить это странно и так делают ненормально нормально и так не делают и он пишет в прошлом художников не бывает бывает перерыв творчества мне очень понравились слова когда мне было очень плохо однажды в жизни я пошла к одному священнику и мне там было сказано иди к тем кому хуже чем тебе я так признательна за эти слова потому что я до сих пор я всю жизнь иду к тем кому хуже чем мне я еду в какие-то села в какие-то деревни рассказываю людям какие-то знания приду какую-то информацию встречаюсь с людьми которым очень плохо помогаю кому-то кому-то очень плохо и наверное только поэтому у меня есть все что мне в жизни этот уровень радости этот уровень энергии этот уровень изобилия щедрости я не знаю все что у меня есть все что есть у любого человека приходит из нашей заботы от других людей и все чего у вас нет приходит из вашей жадности это закон у меня есть 6 минут и я хочу попросить вас либо задать какие-то вопросы мне сейчас либо написать что вы взяли сегодня из первой части этой встречи потому что сейчас я передам слово Ярославу все что вам важно сейчас проговорить напишите пожалуйста либо ваш вопрос либо то что было важно вам сегодня слышать я поздно пришла но вовремя спасибо получил вдохновение вы не получили от меня вдохновение я просто проявила то вдохновение которое всегда было в вас я ничего вам не дала вы просто сами в этом пространстве смогли подсветить свой же свет почему люди жадные в эмоциональном плане потому что они боятся они верят вернее в то что эмоции они истощаются мы верим как сохранить семью при успеть в карьере я развиваю мысль о том что у женщины всегда в заначке есть 0,5 чайной ложки сил и поэтому если вы думаете что вы сейчас умрете хватит притворяться доставайте заначку но когда вы ее используете то опять окажется 0,5 чайной ложки сил и если вы в это верите это работает важно то что не уметь отдыхать это проявление гордыни важно что дает силу и рано признать идти к тем кому хуже чем тебе творчество лечь хорошо я благодарю вас и передаю слово Ярославу для того чтобы он своей позиции сходя из своего огромного опыта в коучинге в терапии рассказал вам свой взгляд на обиды с точки зрения медической психотерапии и психологии спасибо вам всем за ваши комментарии Ярослав передаю вам слово начнем с того что просто скажите или все хорошо все видно стекляшки оденем благодарность огромное деление как всегда прекрасные мысли прекрасное общение слышно отлично здорово замечательно что начнем друзья еще раз здравия намасте прекрасная тема обиды обиды как от них избавиться слушай елена тарарина у меня появились другие мысли как преподнести сегодняшнюю тему знаете как часто бывает пишешь одно а готовишься одно по книжкам по талмутам как положено задача тема ее решения способы решения но приходит вдохновение и идут совершенно другие мысли которые хочется сказать и поскольку у нас основа идет духовная сегодня сначала хотел вам дать технику дам вам технику расскажу об условиях психологической точки зрения и потом возможно если вы будете готовы я бы добавил вам духовную платформу но основа всех основ это конечно же духовное понимание друзья чтобы знать какой контингент у нас находится будьте любезны пожалуйста кто атеист просто поставьте плюсики кто атеист чтобы я понял как говорить хорошо кто не атеист давайте так кто не атеист кто не атеист поставьте пожалуйста плюсики а то я не знаю или есть связь или нет хорошей связи кто у нас верит духовность кто верит то что есть реакция и душа вечная окей cool отлично замечательно ну все продвинуты все наши свои люди замечательно давайте тогда вернемся немножко в историю что такое обида сейчас вкратце вам напомню то что добавление то что Елена уже сказала не буду повторяться знаем что такое обида мое понимание что обида это прежде всего то что возникает когда наше ожидание не совпадает с реальностью которой мы находимся в данный момент и интересно получается да вот мы дети казалось бы откуда откуда взялась обида если ребенок ничего не учился если он пришел в это тело и допустим не имел обиды в прошлой жизни будет он обижаться знает ли он как обижаться и что такое вообще обида конечно же нет хотя как правило конечно мы приходим с опытом который с прошлой жизни имеет тяжелую карму и тонкое тело ума оно приносит нам прошлый опыт прошлых жизней поэтому наверняка мы все уже обижались в прошлых жизнях если же конечно мы не продвинулись стали просветленными и вот в этой жизни в этом воплощении душа очистилась от обид и социум имеет возможность напомнить вот этой бедной детской душе что такое обида и ребенок понимает эй это классный тулс это хорошая хороший инструментарий для того чтобы манипулировать родителями добиваться того что я хочу и обычно как дети реагируют говорят эй если ты мне этого не дашь или этого не сделаешь я на тебя обижусь и так делают такое выражение да надулся я на тебя обижусь типа и смотрят как реагируют родители ведутся родители или нет на это на этот трюк также к этому можно добавить вы знаете что обычно в возрасте где-то с 3 до 5 лет дети сильно капризничают это та же манипуляция та же манипуляция дети ищут веревочки за которые можно дергать родителей и для того чтобы достичь таким образом поставленной своей цели мне всегда очень жалко таких родителей особенно мамок которые идет где-нибудь в супермаркете и вот ребенок что-то захотел там мама хочу это дай 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 мама говорит сынок тихо денег нету хочу хочу дай мама мама говорит да нету денег он такой падает на спину на спину больше людей и погромче начинает кричать топать ногами и бедная мама не стыдно что такое ребенок вот тут это в истерике упал ей приходится хорошо хорошо сынок все что хочешь только перестань кричать и вот дети этим очень сильно пользуются они начинают это сдалека сначала каким-то инстинктом приводит к тому что надо покричать когда покричал ребенок и мама тут же бежит ой что давай буду качать тебя и вот таким образом мы попадаемся на эту ловушку ну конечно же по мере взросления и общения с социумом здесь уже начинает появляться новый опыт новые инструменты которые мы получаем от своих друзей от своих соседей а также помним друзья что самый первый опыт дети получают от нас от нас взрослых родителей ну и мы конечно же как уже взрослые дети получали этот опыт от родителей а посему наверное это одна из подсказок подумать о том если вы не хотите обижаться хотите избавиться от обиды проанализируйте причина да как всегда мы делаем разбор полета после скажем развода после каких-то неудач мы должны делать разбор полета и вот в этом случае я бы начал с того что будучи уже взрослым человечком я должен сделать разбор полетов какова причина моих обид откуда мои обиды появились изначально или причина моих обид принесли их с прошлой жизни или это продукт уже соусом который я получил в этой жизни в этом воплощении над всем этим я должен осознать и когда мы сделали анализ затем вы начинаете понимаете на чем можно работать и на чем нужно работать в первую очередь самое важное что есть осознанность как только у нас есть осознанность мы можем уже победить все эти проблемы это очень важно дальше еще такой момент очень важный хотел бы раскрыть слайд так слайд у нас какой там стоит поставьте отлично слайд первый опыт мы получаем от родителей да и вот этот опыт игра уже очень хорошая игра женщина любит играть обычно вот эти все негативные последствия игры в обиду которые мы принесли с прошлой жизни получили в социуме на примере родителей на примере людей которые нас окружают мы используем в арсенале своей повседневной жизни и вот одна из таких игр которые я хочу напомнить это игра в жертву игра в жертву часто встречается у женщин которые как правило что происходит вы знаете да то есть заводят скандал с мужчиной со своим мужем и чтобы ее обидели сказали какое-то плохое слово и в этом случае она уже стала обиженная и требует внимания здесь надо подумать вот какая здесь выгода какая вторичная выгода от обиды которая проявляет человек который он вводит себя и еще бы я из самого начала задал бы вопрос мы говорим что обида это вредно это плохо да конечно обида это плохо для здоровья мы знаем что женщин мужчины это проблемы с онкологией это проблема с агрессией которая переходит у мужчин это куча проблем это целый целый венок проблем затаенная подавленная проблема как вы представьте что атомная бомба которая не взорвалась вот так а вы ее подавили вовнутрь хочется сказать хочется крикнуть а я туда и сижу и печень точится и почки и надпочечники и все глушится и точит и точит и язва и все остальные проблемы связаны с этим окей давайте подумаем а сколько обиду проявляем в разном возрасте в детском возрасте и взрослом возрасте давайте возьмем сначала ребенка как вы думаете нужна ли детям обида нужно ли детям переживать процесс обиды состояние обиды поставьте пожалуйста в чате плюсики кто считает что детям не нужно проживать состояние обиды никто не считает какие все продвинутые понимаешь здорово здорово отлично кто-то пишет так отлично три плюсика значит детям детям не нужно проживать обиды да то есть мы считаем что детям не нужно проживать состояние обиды как вы думаете почему детям не нужно проживать состояние обиды почему не нужно детям вот учиться обижаться напишите пожалуйста почему детям не нужно обижаться или если есть обратное мышление обратная мысль скажите пожалуйста да Лиля пишет что я вспомнил себя и мне показалось что мне это нужно было как вы думаете для чего вам это нужно было вы уже на правильном пути для чего подсказочка да друзья я считаю что нам нужно проживать обиду так же все другие эмоции все эмоции которые у нас есть они у нас даны не просто так а это нужно для нашего опыта для того чтобы мы получили различные состояния и на пути исполнения своего предназначения исполнения своих задач так родители должны учить детей как не таить обиду и проявлять абсолютно верно то есть если смотрите мое понимание такое если ребенок проживая обиду что он в этом случае испытывает он испытывает боль не до получения внимания не получение того что он ожидал понимание что может быть слишком много ожидал это опыт это опыт который нужно прожить то есть если ребенок что-то ожидал что ему принесут вот такое велосипедеще там понимаешь с 22 скоростями за 3000 долларов а ему принесли вот такой маленький трехколесный велосипедик всего там за 100 долларов он бедняга разочаровался но вот находясь в этом состоянии находясь в состоянии он думает он думает и вот наша задача наша задача считаю наша задача взрослых помочь детям я не детский психолог друзья извините я просто обсуждаю с точки зрения своего опыта когда я был маленький обиды у меня были очень большие у меня была очень большая обида на мою маму за то что мама разошлась с папой и у меня эта обида была очень длительный период но сначала она была яркая когда я был маленький типа 15 наверное меньше может быть лет до 13 наверное это как бы явно так я постоянно говорил маме об этом мне хочется чтобы мама с папой была что мы были вместе и так далее но когда я уже стал жить самостоятельно это с 15 лет я встал жить самостоятельно как бы эта тема у меня уже ушла и наверное она где-то ушла может быть подсознание пока я не простил пока я не знаю в конце если успею вам сказать возможно вам это поможет то есть буквально где-то четыре года назад когда мне пришло просветление я если говорю об этом не знаю все ли сможете прочувствовать что нужно подготовиться для того чтобы понять это состояние когда я осознал да я осознал и прочувствовал очень глубоко что я душа что я душа и говорю что я знаю что что я душа я пришел к богу в 20 23 года до 22 23 года мне было когда я пришел богу хотя до этого был ярым атеистом не верю в никого бога все материалистично и все такое прочее есть вижу вот он и мамы бачу нема значит все они бачу ночи сегодня ма и видите и вот когда я осознал и прочувствовал что я душа и затем пошла цепная реакция меня пошла цепная реакция понимания того что все то есть причина следственная связь все очень просто я не с причина всех причин я любимый я дорогой есть причина всех причин причина всех причин никто не виноват в том что я имею но это нужно уже быть уже взрослым чтобы это понимать а понимаю что все что я имею это есть весны мои предыдущие деятельности да как говорит имя тарали нам начинается 7 семена семена осеяны прошлой жизни они не сразу сходят друзья им нужно время им нужно время по примеру матафоры семена бамбука семена бамбука то есть мы 7 семена и хороший и нехороший но плоды и следствие этих плодов этих семян посеяны приходит не сразу приходит и сразу и мы должны это понимать примеру семена бамбука есть порода бамбука которая простая только через три года три года нужно поливать удобрять что у меня с экраном поток загорелся экран так не видно надеюсь техника порой шумит три года нужно поливать семена бамбука для того что не зашли три года нет ничего вообще ничего представьте себе вот вы все эти семена зерна добра я работаю я что-то делаю я там принимаю я людям добро делаю а толку никакого я ожидаю что должно что-то прийти назад ожидание она нервизовывается что и обида конкретно слушай я там это 20 лет служил храме то днями и ночами горбатился а толку то никакого вот это нужно понимать когда мы относимся к этому безусловной любви как бизнесу отсюда эта проблема опять же это вопрос ожидания ожидания нашей искренности если мы делаем это все от сердца мы как птичек пошел покормить птичек птички пуху и летели и что инческой ничего тебе не сказали что будешь на них обижаться такие вот и даже не каркнули понимаешь ничего не сделали так вот эти семена которые мы садим в этой жизни в прошлой жизни они имеют время патентный период называется они сразу проявляется и вот те проблемы которые мы имеем в этой жизни которые являются задачами первоочередными для того чтобы отработать прошлые долги получить новый опыт они являются следствием вот тех посеянных семян тех зерен посеянных прошлой жизни и в этой жизни какие-то семена сразу растут какие-то долго растут да как бамбу который три года надо поливать но потом за 90 дней он вырастает на высоту 90 фитов окей стекста занимает время если мы понимаем то что все из причина средственная связь мне тут с вами но очень много времени мне то очень заняло много времени и я не был учителя поэтому несложно было это понять сама и когда мне появился духовный учитель когда я смог этому плети понять осознать то что все из причине средственная связь и как я сказал ранее когда началось с того что осознал не душат самая первая главная . ты осознаешь что ты душа после Когда ты осознал, что ты есть душа, ты понимаешь, что раз я душа, я вечная, значит я что-то натворил в прошлой жизни, вот в этой жизни все собирается вместе. И вот то, понимаю, за это надо все платить. Расплачиваться надо своим благочестием, своими проблемами, своими трудностями. И когда я осознал, что вот то, что я имею, те условия жизни, в которых я сегодня живу, те родители, та страна, то окружение, те соседи, это все команда, это та команда, которая предназначена для того, чтобы меня учить, помочь мне, предпочитать эти навыки, которым я должен научиться в этой жизни. Те долги, которые я должен отдать. Да, с прошлой жизни посеянные семена, плоды сегодня приходят, надо расплачиваться по долгам. И вот это был переломный период, когда я это осознал, когда это прочувствовал, что все есть причинно-связь на связь. Сразу это не каждому дано понять, сложно понять, потому что материалистический ум у нас, у нас можество, материалистический ум, и сложно вот отсюда прийти-то сюда. А как раз это главная задача, вот этот умом отпуститься сюда, в душу, и жить по чувствам, а не по уму. Когда вот мы сможем принять эти чувства, и жить по чувствам, тогда будет все хорошо. Хорошо. Сначала можно тренировать ум, который должен понять, что мне обижаться-то не на что. Все, что есть, это моя команда. И когда мне говорят о чем-то, или мне не дают, от чего я ожидаю, значит, для чего-то это надо. И хорошо задать себе вопрос. Не за что мне такие проблемы, не за что мне такие люди. А почему мне не дали тот велосипед, который я, понимаешь, хотел? Почему мне дали велосипед за 100 долларов, а не за 3 тысячи долларов? А почему мне дали вот эту, такую вот эту машину, а не такую, которую я хотел? И работа. Почему мне такие родители? Почему мне такое окружение? Почему у меня все не так, как я хочу? подумай достаточно тебе благочестий для того чтобы это иметь господь дает все то что нам нужно и дает нам наилучшим образом чтобы реализовать свои задачи если вдруг у тебя этого нет то наверное для этого есть какая-то причина нужно ли это тебе нужно ли это тебе сейчас если мы подходим с вопросом для чего мне эта ситуация я ожидал что мне дадут работу начальника генерального директора фабрики раша мне сказали мало дочек вы знаете больше чем на дворников и не тяните хотя поймать я там потрудился учился не академия заканчивал нет нет извините понимаешь это наш президент сказал что нет еще не готовы я могу обижаться могу подумать тело полы наверно чуть надо мне для этого еще дотянуть расти то на и вот в этом в этом мой основной point который я хотел до вас донести вот именно с точки духовной точки зрения конечно же я понимаю что сейчас через вебинар мы не сможем нужно войти в это состояние нужна глубинная работа для того чтобы прийти в это сейчас я вам говорю просто от ума чтобы сейчас приняли это состояние ума если у вас будет желание вы сможете кстати у нас есть записано тренинги на эту тему бесплатном доступе ютюбе вы можете посмотреть как научиться прощать прощать что одна основных проблем делать тоже вебинар который тренинг который мы проводили он был на тему сначала изначально как научиться просить прощения просить прощения так чтобы тебя простили что многие просят прощения но и их не могут но они просят так что их не могут простить но в процессе тренинга оказалось что в общем то самая большая проблема у людей не в том как многие не задумываются кстати об этом как нужно правильно просить прощение очень важный фактор кстати а многие просто не могут простить многие из нас не могут просто простить оказывается я был шоке конечно но мы по ходу переделали а добавили к вот к этому процессу как научиться прощать обиды то которые сидят даст просто это родители на родители там на соседей там на простые отношения а что угодно начальника на кого угодно и вот самая самая основа я считаю чтобы мы сейчас говорим уже о том как от этого избавиться я сейчас умом могу понимаю что если вы умом осознали что все есть причинно-следственная связь и обижаться не на кого только на себя а те люди которые вы как меня это моя команда который мне доносит то что мне нужно и партнеры тяжелые испытания тяжелые на этом нет для того чтобы я стал сильнее если я хочу бегать хорошо 5 километров то я должен на тренировке бегать хотя бы десяточку и каждый день побольше потруднее тогда для меня соревнование будет просто праздником также это ты хочешь научиться кому-то качеству должен тяжело трудиться для этого места все пришли так вот осознав этот вопрос о того что все причинно-следственная связь и принимая это все мы тогда с благодарностью говорим всем тем нашим учителям которые есть вокруг нас которые создают нам сложности по обижаться нам не на кого и когда ты осознаешь что эти люди которые вокруг меня они бедные создают мне вот эти все сложные ситуации ему приходится играть для меня например грубияна чтобы понять что отражает наше состояние чтобы увидеть что я есть грубиян то есть мне другой человек должен проявить грубость отзеркалить мое состояние на какое-то мое поведение какой-то мой взгляд на какую-то мою мимику он должен отреагировать я вижу вася ты чё ты тут чё ты ненормальный поймашь сейчас пойдем драться и прочувствуйте глубоко не буду вас водитель что это очень серьезная работа но что вы просто поняли идею осознали а потом можно проработать самостоятельно то есть вася приходится играть плохую роль для меня чтобы почувствовать что такое общаться с грубиян и вот если я с душевной точки зрения понимаю что вася то это душа первоисточник это любовь само начало это параматно это любовь которая есть в каждом живом существе и поскольку это естественное состояние для каждой души быть в состоянии любви то ему сейчас играть роль грубияна для меня это противоестественно это противоестественно природы души природы любви параматно но он это делает для меня он отелок для меня специально чтобы я вот получил урок что такое хорошо и что такое плохо так вот если я осознаю что вася был поймать загорал себе отдыхал тут надо встать одевать амбразор одевать вот на себя маску зверя такого грубияна и чтобы показать не поиграть со мной в этот театр кукольный должен я вызывать вот у меня нормально сейчас человек сострадание у меня есть чувство сострадания у меня же будет не мучиться к этому человеку жалость не жалость чувство сострадания не жалко его мне жалко васю потому что ему приходится играть эту неприятную для него роль для того чтобы не понять что такое быть грубияна и вот когда я осознаю вот это весь процесс все причинно-следственная связь что люди которые вокруг они помогают мне понять что я делаю что-то не так помогает мне отработать эти задачи играя грубых людей твердых черствых безразличных скупердяев хамов нахалов и так далее все для меня любимого все для меня любимого осознав это я раскаясь то что я на них обижался не без причинно потому что они что для меня работают они для меня работы раскаялся поблагодарил и вызывается чувство сострадания к этим людям что вася прости что тебе пришлось подняться с пляжа с райского и прийти сюда на эту землю чтобы поиграть для меня вот эту роль грубия прости меня пожалуйста да и что потом мы должны дать ему поблагодарить его за то что он согласился сыграть эту роль это маленькая коротенькая цепочка более подробно на видео у меня там есть там практика называется как правильно сейчас как правильно просить прощение кому так кстати да на канале беда дом на телеграмке тоже она есть кому интересно заходите итак давайте подведем итоги о чем мы говорили что мы тут все говорили идея такая иначе он хотел одно рассказать вам это по психологии по трюки эти все там техники работа с частями понимаешь но понял что здесь надо немножко по-другому с духовно ты начинать и так мы говорили о том что обиды мы приходим с обидами врожденными как карма с прошлой жизни либо приобретенные в этой жизни и приобретаем мы сначала от родителей потом от окружения и понимая то что как бы это это хорошие инструменты это хорошие инструменты либо это следствие того что мы наши ожидания не соответствует тому что мы получили соответственно взвесив это все и затем осознал что все есть причина следственная связь что я есть причина всех причин и все что я имею вокруг это то что мне наилучшим образом дано для того чтобы я получил опыт в этой жизни в этом теле отрабатывайте качество я тогда должен благодарить этих людей вызываю чувство сострадания и благодарности глубокой за то что они работают со мной и играет эти нехорошие роли для меня вот когда это осознаю то причин для обид у меня уже не будет ребят а кому это отзывается дайте пожалуйста я одену стекляшки тут вижу много написали дайте пожалуйста ваша обратная связь или вам это откликается а Ребята, вопросы вы пишите, да, я в конце на вопросы отвечу. Хорошо, мы оставим 10-15 минут, я отвечу на вопросы. Просто я зашел в поток и я не смотрю на то, что я написал, то, что тут я должен говорить, она идет и я говорю, чем отличается классное преподавание, классное имеется в классе, когда ты в институте работаешь преподавателем, от таких состояний совсем по-другому. Окей. Итак, мы сказали, мы подвели итоги о том, что причина проблем, а причина обид, то, что мы не принимаем, мы не принимаем и много ожидаем. И для того, чтобы избавиться от этих обид, самое простое, самое простое, я говорю, ребят, со своего опыта, я эти практики, я эти техники даю своим клиентам. И я это сам прожил, я это сам прожил, как я говорил сначала, у меня были в детстве обиды на маму именно в этом плане, да. А потом она ушла где-то на подсознание и когда я начал изучать коучинг глубоко психологию, я, в общем-то, осознал, что мы ждем на психолога учиться, еще, то есть он себе помочь, себе помочь родному, что что же у меня-то там, вот выкопать, да, когда она уходит уже на подсознание и проявляется в различных других явлениях, вот, когда я это осознал, и именно, именно духовная, вот психология, в моем понимании психология, это только, знаете, такая emergency, это просто пошел, помылся, бом, а завтра опять запачкался, пошел, помылся, а потом опять, смотрите, у меня спину и уполит, а тут тебе с ведерочка залили смолой, опять запачкался, и так каждый день. Поэтому нужно встать в первую причину, а первая причина это принятие, принятие, вот, принятие, когда, только вот я лично принял, когда я принял то, что я из причины всех причин, и никого, кроме себя, мне винить некого, и, ну, я говорю, с кем у меня пошло, у меня потом пошло чувство сострадания, чувство сожаления, что я отобежался там на маму, да, свою, вот, она бедная страдала из-за меня, и вот это чувство сожаления, сострадания, потом вот это, мамочка дорогая, ты тут вот так страдала из-за меня, вот это, я тебя ни за что обижал, прости меня, пожалуйста, и вот эта волна у меня такая пошла, такая, пошла, пошла, такая, это было просто обалденно, это было очень классно, такое, такое было облегчение, когда, когда ты осознал, что, блин, ты виноват-то, но никто другой, ты сам виноват, никто другой не виноват, ты и только ты, и вот это чувство состояния, вот это облегчение, что, и сожаление, что вот ты обижался ни за что на своих близких людей, и когда ты просил прощения, это такое облегчение произошло, просто, 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 просто обалденно, и я вот желаю вам всем пройти через это состояние, просто осознав то, что, что мы есть причина всех причин, мы есть причина всех причин, и никто другой, и все люди, кто вокруг нас, это есть наши помощники, это те люди, которые хотят нам помочь, которые хотят нам помочь. Если мы это осознаем, если мы примем это, то все будет совсем по-другому, у нас не будет этих обид, а не будет проблем, мы не будем портить свое здоровье, мы не будем портить здоровье другим людям, потому что все что есть вокруг это есть наши и только наши и вот это пожалуй что я хотел сказать давайте сейчас я гляну что тут у меня записано моя презентация что-то вам еще добавлю да давайте по отношениям окей как отношение как у нас как влияет обиды на отношения друзья напишите если есть вопросы по этой части чтобы потом я немножко пойдем дальше нас еще есть время супер у нас еще есть полчаса отлично напишите какие вопросы есть сейчас гляну что тут я хочу еще сказать этот увлекся так обиды как препятствия к новым счастливым отношениям а так игра жертва мы сказали давайте игра жертва сначала дополним значит жертва 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 когда кто-то играет жертву вы знаете что причина а давайте вернемся немножко назад мы начали с того что ребенку нужно ли вопрос создавал нужно ли ребенку проходить вот этот опыт обид еще расскажу что все обе все чувства все эмоции моем глубоком понимании убеждения мы должны пройти даже ребенок скажем который потерял там любимую собаку не надо его закрывать не надо им готовы отвлекать его идем там и посмотришь ты цирк посмотришь ты какую-то комедии надо плакать надо переживать вот этого нельзя делать что этот опыт нужен ребенку чувства у нас для того у нас есть все семь чокер чаках у нас есть чувства которые мы должны прожить которые мы должны получить опыт мы должны научиться сострадать значит такой бой что такая потеря на маленьком а маленьком сегодня ты потерял там собачку если ты научился сострадать если научился чувствовать боль как это потерять близкого друга как это потерять любимую собачку сердечный чак развивается сердечный чак развивается а представьте вы сказали ребеночек сынок так не надо доченька не переживай вот тебе новая собачка и будь счастлива какой паттерн у ребенка создается зачем переживать утерю людей потеря близких отношения чем чем-то дорожить тебе что-то будет другое когда смена конверта все для но зато другой пошло по конвейеру привет пока до свидания все эмоции нам нужны поэтому в том числе и эмоции обиды тоже нужно нужно прожить но мы когда зависим и грима уже взрослые отношения взрослые дети мы должны это контролировать процесс который таким образом чтобы это было экологично что временно получил процесс прочувствовал как это обижаться обиделся хотел его сипед не дали ему дали ему там трехколесные вместо горного спортивного пускай пообижается дайте ему возможность пообижаться пускай он побудет пускай поддуется а потом поговорить с ним сынок отчет обижался расскажи пожалуйста что тебя тревожил что было причиной того что ты надулся обиделся поговорить поговорить и разъяснить ему я когда учился в спортивной интернете у нас была такая хорошая традиция мы каждой неделе ходили смотрели какие-то фильмы или спектакли и после просмотра фильма спектакли такие накиды серьезные такие сердечные темы у нас шел разбор на воспитатель наш какие-то сценки кусочки говорю а вот ребята как вы думаете для чего вот эта ситуация а правильно ли поступил здесь вася а как поступила здесь маша нам формировали ценности на формировали ценности и это то что взрослые должны делать помогать детям формировать эти ценности и потом когда он пережил этот процесс что такое обида почувствовал какого-то ему надо рассказать зачем это обида что с происходит и какие последствия будет если ты будешь обижаться вот так же как и все остальные эмоции вот это считаю должно быть обязательно итак давайте вернемся без них так жертва жертва игра жертва 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 значит причины всегда смотрим причины если ребенок обижать и взрослые обижаются взрослых специалист по детской психологии хотя но сам был ребенком частая частая ситуация когда жены обижаются на мужей и следствие к даже к этой же ситуация можно отнести когда часто дети болеют жены там болеют ну и мужья тоже речь реже то что мужчины более сильные то есть кто-то в семье болеет мама может заболеть там бабушка дедушка то есть как правило посмотрите если часто повторяющая ситуация и беспричинно беспричинно ну как бы не было на это основании чтобы заболел человек то здесь я бы рекомендовал конечно же посмотри обязательно а не хватает это нет ли это не является ли это вторичной выгодой для ребенка или вторичной выгоды как правило это может быть вторичная выгода что нехватка любви нехватка внимания вспомните кто из вас наверняка вот когда были в больнице как было приятно ну я в больнице тебе конфетки несут апельсинки несут внимание тебе там ребята поставьте плюсики кто у кого было такое состояние как он был больница и вроде болеешь воспаление легкие простые но те все равно приятно просто тебе дают внимание приносить тебе там вот это внимашки там друзья приходят друг так много так начинают вокруг тебя ты же слушай классно также болеть еще ты хорошо здесь еще важно чтобы не за и кориться на эту тему чтобы не закрыться здесь очень надо быть внимательно откуда приходит причина этой болезни мы должны на это смотреть чтобы такого не было и так вот когда мы знаем причину того что причина узнали причина жертвы может быть игра в жертвы или заболевания то что нехватка внимания нехватка энергии когда человек не знает не умеет находить другие источники энергии получения радости самодостаточности проблема в самодостаточной естественно то есть она дальше должна быть нахождение источников пополнения энергии независимо от того кто с тобой рядом одним ты или с кем-то ты где-то в этой не находился находить бесконечные источники и бесконечные источники конечно является же это матушка природа и вселенная господь бог это самость наша вот это то что мы должны научиться в первую очередь стать самодостаточным тема на сегодня самодостаточности об этом так вот это по поводу кратко о жертвы и греха и по поводу обид обиды и препятствий к новым отношениям поскольку в общем то я с тренером и коучинг по семейным и мир личным отношениям это моя основная тема и мы начинаем этап прохождение развития семейных отношений сам первое это почистится это почистится от прошлого как правило то что обиды и претензии обиды и претензии к прошлым отношениям прошлым мужьян прошлом женам прошлом к родителям к кому только нет ко вселенной господу богу ко всем есть претензии этот пока вот это вот претензия прошлого не будет перечеркнута мы от нее не избавимся нет шанса начать новые отношения счастливые у вас будет все то же самое то же самое затаенная обида на васю на петю на колю а я такая маша вся такая принцесса королева они все виноваты а я у меня все хорошо у меня все хорошо это модель они один на вовсе один на одну похожи как у то как копирай к рынка в копировальной машине вот это всех одинаково а ты подумала чего тебя такие все васи на дно лицо идут только разные имена вывески висят отработал ты свою задачу подумай об этом так вот если у нас есть обиды то научи научимся вас нет шансов абсолютно быть счастливы в новых отношений какой бы тут принц не перескакал как бы временно я так думаю а то то он мой он быстро ускачет просто посмотрит тут такая вся обиженная я-то вроде так думают я же не обижен уже другой понимаешь что то принц с вас скорее всего забыла понимаешь а ладно казалось бы забыла на наше подсознание это сидишь я помню да пока я не осознал не почистился пока не принялся не поблагодарил весь процесс не прошел она сидит на подсознание и рано или поздно вот это новый адреналин новый допамин окситоцин это гормон любви который возникла с того что встретили там нового вася быстро пройдет как только вы протрезвите и вы начнете видеть в этом вася новом царевич все те же самые проблемы что видим просто то есть это вкратце о том как как обиды влияют на гармоничные отношения в семейных отношениях мы должны быть здесь и сейчас здесь и сейчас если тебя обида на прошлые отношения или даже с на сегодняшние отношения у тебя обиды что сердце закрывается сердце закрывается по здоровьем уже сказали и сердце закрыла а если ты женщина пометую что 2 4 чакра ведущий у вас ты закрыла свое сердечко то что ты думаешь и муж она откроется он у него там у 8 раз больше закроется и потом очень сложно вообще разогревать поэтому подсказки следующее давайте перейдем вкратце уже наверное на страничку где мы с чего начать чтобы избавиться от обид чем честно без бороться от обид а значит сам первыми сказали это самое самое серьезное самое важное это то что я считаю или за основы основ это принять принятием на тот понимает то что все из причинно-следственная связь и я из причины всех причин меньше ожидаем меньше расстраиваемся как по примеру я когда студента был постоянно мы ездили базы отдыха и если ты приезжаешь или что ожидаешь на вот там тебя кормить будут а там будет такой спортзал а там будут стадионы там будут бассейн а там все будет классно будем заниматься спортом там все супер стадион классный приезжаешь туда там тебе кормят а то чуть-чуть у тот стадион какой-то там забитые поросшей травой и все остальное помощи куда я приехал но когда же наоборот ты много не ожидаешь все там по минимуму там ну на три звездочки там а две звездочки приезжаешь там на ты слушай классно супер да вопрос ожидания поэтому меньше ожидаем меньше расстраиваемся и так мы сказали что еще нам теперь смотрите сама техника теперь техника да если кто-то кто поскольку многие из нас имеют уже обиды я считаю так что помочь себе психологии есть куча психологических техник помочь себе начала быстренько почиститься потом почистить так как скорая помощь у меня есть много техника опять же смотрите на канале youtube беда дом наш канал в конце там будет контактная информация если она дойдет скорая помощь сначала быстренько почистить а потом начинаем отработать вот поэтому осознание по глубокому духовному сознанию того что я и душа все из причины когда мы к этому дойдем и каждый раз когда возникает какая-то ситуация что я не когда мне возникает какая-то ситуация которая мне не нравится сам первый раз дай себе вопрос за что мне это не заслужил нифига себе поймаешь а ну идем разберем сейчас понимаем другие проблемы а сейчас я задаю себе вопрос сразу есть когда ситуация не нравится визуально вижу как раз так себя входишь и начинаешь думать задаешься вопрос для чего мне это что мне нужно получить что я на бедокуре так сразу же так сканируешь так что я на бедокуре может карма быстренько пришла рассчитываться пора понимаешь такой ты 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 так отматываешь так через дело не так это смотришь вроде все нормально такой раз потом так что мне надо от этого получить что я должен отработать терпение смирение принятия и вот вот постоянно когда ты задаешь себе вопрос и ты озвучиваешь скажи себе я сейчас злюсь я сейчас обижаюсь только только вы озвучили пространство уже нет осознанность я сейчас злюсь я сейчас буду буду обижаться я сейчас обижаюсь все вы услышали пространство услышала им там за те вопрос как не от этого избавиться процесс пошел материализация окей это такое краткая короткие трюки и так почистить за скорой помощи и потом начинаем глубоко работать над обильным понимаю что обиды это есть моя проблема которая должен избавиться сейчас что мы тут еще вам я расскажу так дальше стекляшки понимаешь стеклянные так носите стеклянные очки с отражателями друзья чтобы у вас зрение портилось 20 лет на компьютере дают о себе знать да кстати по поводу счет несправедливости когда мы говорим того несправедливо меня там обидели ну что причина обиды да это не понимание то что несправедливо за мной поступили несправедливо мне нет я же должен был быть начальником завода мне дали только бригадира несправедливо этот 20 лет работал понимаешь поймите что в этой жизни напомню вы знаете жизнь несправедлива она изначально несправедлива с вашей точки зрения почему потому что мы не помним какие у нас были проблемы в прошлой жизни мы то думаю что мы такие все чистые пушистые гладенькие за что мне вот это наказание никого не обидел муху пальцем не трону я такой весь пушистые гладки пушистые гладки может быть по смесь со стороны за из прошлой жизни поэтому нет такого понимания несправедливо все что дается все дается понимать чтобы есть душа все что дается все от бога а раз ты от бога то этого блага как оно может быть несправедливо опять же мы возвращаемся именно в это станет духовность я вижу это вот лекарство тех от всех болезней именно духовность если мы это принимаем а то друзья проблем не будет вообще проблем не будет вообще это однозначно если вы знали ну как скажу не знаю вам домашнее задание попробуйте как вот можно не обижаться на человека которому ты дал вложил бизнес 250 тысяч долларов и это было уже и и тебя виден это не иметь не бить обиды на этого человека попробуйте вам домашнее задание представить такую ситуацию у кого то что другое там дом может машина там и так далее чтобы попробуйте представить домашнее задание как можно с учетом того что я уже сказал его сам свои какие-то заначки трюки как можно реально не обижаться на человека не жаль зла на жизнь и радость и счастье вот я такой пример окей так что еще у нас тут смотрим дальше такой пока вопросы пишите 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 вопросы у нас еще сейчас будет окей у нас еще есть так 15 минут как и понимали так пишите вопросы и мы сейчас без них ответим так так я сейчас вам хочу зачитать нам есть ведическая мудрость путь исцеления поставки пожалуйста будьте любезны на экране поставьте а отлично вот пожалуйста это кратце короткие такие мудрые высказывания которые было бы хорошо осознать и прочувствовать и кстати напомню знаете что обида это один из тяжких грехов один из тяжких грехов это вид разновидность гордыни а посему это один из тяжких грехов который накапливать себе подумайте с точки зрения тоже хорошо что-то у нас еще есть так техника сбавления от обиды и так мы сказали все что от бога все во благо все что от бога все все от бога все что от бога все во благо если это от бога то какова причина этому расстраиваться господь не дает нам бог не дает нам испытаний которые мы не можем пройти помнишь что это все для нашего блага окей и задаем вопрос не для чего не за что мне это когда случается ситуация мы сдаем вопросы не за что мне это а для чего что я должен себе развить так следующая практика прощения как научиться прощать смотрите на ютюбе так сказал на нашем канале веду дом на ютюбе а еще да такое такая быстренькая такая для скорой помощи до скорой помощи я использовал свое время когда где-то в возрасте так студенческие годы я использую такую технику значит метод погружения медитируешь и возвращаясь по дороге жизни раскручивая сегодняшний дня назад 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 в тот момент когда пришла эта ситуация просто какая-то обида и начинаешь эту обиду как вот заезженный фильм прокручиваешь пленочку прокручиваем сознание много-много-много-много-много раз пока боль не пройдет сначала будет очень больно причем как это нужно делать правильно значит очень детально смакуешь-то до мелочайших подробностей вот как а там вот пирожное сожрал мне не оставил я такая пришла с тренировки голодная ждала ду сейчас пироженка скушаю а ты смолота такая съел это пирожное и начинаете так смаковать это смакуйте до самой мелкой подробности прямо очень подробнее представьте тем будет лучше наполнить этим состоянием наполнить это состояние там у нас есть техника как избавляться добиться можно поорать покричать побить вербально аудиальная физическая кинестетическая используя все эмоции и так далее но это уже более подробно техника издавления прощения но вот так бы для скорой помощи от можно в принципе вот так вот ездите есть есть этот фильм заезживайте что он уважал не больно знаете как первая страшно что-то увидел потом каждый раз ты сталкиваешь между не страшно больше больше крутишь все нормально и постепенно это боль затухает она уже не проходит и потом когда вы уже чувствуете что вам уже ничего не больно секундочку так надо включить а потом когда она вас уже за ездилось уже не вне больно вы в этом новом состоянии все говорите а в общем-то меняйте свое отношение делать трансформацию сегодняшний сегодняшний своей мудрости лично своей мудрости оглядываясь назад в это прошлое свое состояние меняйте отношение к этому делать и новый якорь вкратце поэтому так что тут еще ну вот пожалуй все да пожалуй все на этом что время на что не осталось давайте мы сейчас ответим на нас 10 минут есть чтобы ответить на вопросы понимаем и так вопросы пожалуйста ваши вопросы давайте задавайте так окей вопрос очень хороший поповой алена говорит благодарю в принимая все взрослые формируют ценности ребенку а как быть с новыми детками мудрость которых намного выше знаний и опыта моего опыта бабушки опыта бабушки на грима детях индика ну в общем то моем понимании все дети которые приходят они это старшие души потому что так как правило ну между 7 колена все вместе и приходят души которые покинули тело раньше то есть они были старше в теле да и вернулись а новым опытом они конечно еще не помнят но получают новые опыты поэтому и для них старший в этом лагере здесь на этой среде как бы с этими детишками как их обучать смотрите мы понимаем все очень просто эти души какие бы ни были мудрецы был был сам может быть царь соломон он пришел вашу семью не просто так для того чтобы получить ваш опыт получить ваш опыт и помните что мы взрослые отвечаем за детишек а за детей мы должны им дать помочь и осознать свое предназначение осознать свое предназначение это номер один мы не должны пытаться детям прививать те занятия те навыки делать то что мы не успели сделать вот я хотел чемпионом быть олимпийских игр по боксу а я стал только мастером спорта сынок ты меня будешь боксером все и тренируйся а нужно помочь ребенку рассмотреть его талант с какой задачей он пришел и его принять и давать ему тот опыт который имеете вы что он пришел к вам не просто так он пришел за вашим опытом и сначала ему нужно будет ваш опыт затем он может реализовать свой опыт затем когда он получит все постепенно последовательно постоянно не все сразу поэтому не нужно здесь стесняться что вот ребенок такое дитя индиго это понимаешь шестьдесятые годового то что я тут понимаю что ему дал своими там социалистическими взглядами не переживайте бабушка вы дадите ему то что ему нужно просто правильно это делаете помогать и ребенку открыть его талант найти помочь ему найти то что ему нужно как правильно это сделать не навязывая свои ценности а давай ребенку возможность выбрать самому что ему нужно вот это очень важно самое важное помочь в душе и отсоединить ум с душой развивать духовное чувство жить по чувствам не от ума не навязывая ограждая поскольку изначально мы когда ребенок это чистая лист на в этой в этом в этом теле и социум навязывают эти ценности от ценности обижаться да вот обиделась тебе что-то принесут обидеть я принесу то новое ценность хорошо записал формируем новые ценности правильные ценности чтобы ребенок правильно развивался с точки зрения из на найти исполнится предназначение надеюсь я ответил на этот вопрос следующее что у нас еще есть так 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 я считаю что написано так окей у меня тут пода похоже девушка пишет у меня обида на маму за то что она вышла замуж за тирана так выбрала его металленность а вместо нас так вопрос как отличить обиду от других чувств от огорчения например я так 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 Очень большой текст, дайте коротко, пожалуйста, мне сейчас этого времени нет, будьте любезны, запишите, пожалуйста, вопрос, Лилия, я спрошу, будьте любезны, буквально в двух словах, потому что читать целую поэму я не успею, просто простите, пожалуйста. Как убрать обиду на отца, который шел из семьи? Окей, у меня подобная ситуация была только, но тоже, мама с папой прошлись, когда мне было 5 лет, буквально, окей, и опять же, как я говорил, все кроется, я вижу ответы на все вот эти претензии, все эти проблемы, очень просто. Осознание того, что эти условия даны мне для самого наилучшего моего опыта, для самого наилучшего моего опыта, так должно быть. И я говорил раньше, хорошо об этом видео не говорил, скажу так, мое глубокое понимание, мое личное понимание, что вот то, что нам не хватало до полового созревания, это то, когда мы живем на личной, на своей, собственно, на карме родителей. И после полового созревания мы переходим уже на свою карму, и мы зарабатываем грехи или отрабатываем карму. Вот то, что мне не хватало с детства изначально, это то, на чем мне нужно работать. Вот тот фильм, который вы видите на примере отношений мамы с папой, тот фильм, который крутится, да? Вот вы такие сидите и смотрите вот эти все свои там 11-12 лет, там мальчики, там до 14 лет, да? А вот то, что вам не нравится, посчитайте, что у вас будет такой же самый фильм. Только к нему еще добавится ваша карма. Она ухудшится во много раз с вашей кармой, да? Если вы не будете ничего делать, то если вы будете про протоптанное калие, ничего не будете делать, то у вас будет такой же фильм продолжаться. И отсюда мы говорим потом, почему появляются всякие там проклятия, семейные сглазы, семейные проклятия, да, и так далее. Потому что мы по калие живем, большинство из нас живет по калие, мы же впитываем и тот образ жизни, мы идем по протоптанной дороге, которую мы получили от наших родителей. Так вот, такие тренинги, семинары, сегодня, друзья, есть такая возможность быть осознанным, осознавая то, что я имею, и мне не нравится, это первое, что я должен научиться получать. Если я родился без папы, если я девочка, была без папы, ну я сын, я сын, да, я без папы вырос, то есть что, о чем говоришь, что я не получил чего? Умение быть ответственным, да, то есть мне говорится, что мне нужно учиться быть ответственным. Папа что дает сыну? Ответственность, умение общаться в социуме, в обществе, умение ухаживать за женщиной, брать для себя ответственность и так далее. Мне этого папа не дал. И что значит? Это моя задача, дорогой Ярославчик, это твоя дорогая задача. Понял? Ты должен сам учиться. Если бы ты была в большей благости, тебе бы было хорошее отношение папы с мамой, ты бы что-то другое развивал. Это для меня задача. Поэтому, наверное, и получилось, что в 16 лет я начал изучать книги по семейным отношениям. Сам не знаю, удивляюсь до сих пор, почему я начал изучать, даже в 15-16 лет начал изучать книги по семейным отношениям. Я в шоке просто. Я спортсмен, я мужик, учился в военном училище, начал изучать книги по семейным отношениям. Сегодня я понимаю, почему. я понимаю так друзья у нас время подошло простите пожалуйста окей вот пожалуй все я сказал здесь да контактной информации нас есть заходите на youtube информации канал наш веда дом также у нас есть канал на телеграммке веда дом можно ходить и там много информации выкладываем ну и конечно же будут вопросы пишите на наши соцсети я сказал вы услышали что-то что-то новое увидели что новое узнали возможно или просто осознали 8 все что говорит ничего есть новое это все есть пространство это все господь нам дает мы просто транслируем и я показал с другой стороны возможно Надеюсь, что вы прочувствовали что-то, может быть, просто осознание стали. И если что-то полезное, пользуйтесь сами, делитесь другими. И пункт, где формула есть 6П, обучение от Ярослава Мудро-Баранцова, дополнение к формулу 5П, как достигать успеха, как нужно правильно учиться, чтобы передавать эти знания другим. Пользуйтесь сами, делитесь другими, обсудите, научите кого-то. Если вы кого-то научите того, чтобы вы что-то сами сегодня узнали, значит, она у вас закрепится. И вы посеете, как говорит Галина Тарайна, всеми благостям. Друзья, всем благости, радости, намасте, всем самым хорошим. У нас будет еще одна тема, которую мы с Ярославом раскроем точно так же в таком двойном формате. И по нашему плану этот семинар пройдет 11 октября с 14 до 16. И тема будет «Обмен энергиями между мужчиной и женщиной как основой реализации в семье и в жизни». Будем говорить о разнице мужских и женских энергий. Запланируйте себе эту дату. Если вдруг у нас будут какие-то изменения, вы узнаете об этом заранее. Мы еще раз благодарим вас за то, что сегодня вы были с нами в этом пространстве. Спасибо вам большое. Спасибо, Ярослав, за то, что поделились вашим действительно драгоценным опытом, привели прекрасные примеры. Спасибо вам, друзья. Прекрасной, доброй ночи всем. И давайте будем делать только то, что будет делать этот мир лучше. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...